15 столетий официальной истории. Десятки крупнейших империй, великие правители войны, революционные открытия, изобретения, своя особенная философия, уникальная культура. Все это тюркский мир и его славная история. Сегодня тюркские страны и народы занимают значительную часть евразийского материка. Общее количество тюрков в мире достигает 200 миллионов человек. У них общая история, культура и язык. Тюрки всегда были близки, но не всегда едины. Идеи возрождения и единения тюрков в свое время были вдохновлены Исмаил Гаспаралы, Мустафа Кемаль Ататюрк, Мержак Абдулад Ула, Ахмед Заки Валидий Тоган и многие другие выдающиеся лидеры тюркских народов. Вплоть до конца 20 века единственным независимым тюркским государством была Турция, преемница Великой Османской империи. И только с распадом Советского Союза на карте появились еще пять независимых тюркских государств. Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан. Именно обретение независимости этих стран придало новый импульс возрождению и развитию тюркского мира. Сегодня, в новом 21 веке, идея объединения тюркских стран и народов ради сохранения и развития тюркской культуры и наследия в будущем не утратила своей актуальности. Как настоящий и общепризнанный лидер всего тюркского мира, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев планомерно и продуктивно воплощает эту идею в жизнь. Тюркский совет, парламентская ассамблея тюркских стран, Тюрксой, Тюркская академия, Совет старейшин тюркских стран, саммит лидеров тюркских стран. Все эти объединения и форматы, призванные укрепить тюркское сотрудничество и развитие, были созданы при его участии, а многие из них и по его инициативе. Историческим событием для всех тюрков стало признание казахстанского города Туркестан духовной столицы тюркского мира. 31 марта 2021 года. В рамках саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств принята Туркестанская декларация, согласно которой страны-участницы Тюркского совета признали казахстанский город Туркестан духовной столицей всего тюркского мира. Можно сказать, это новая такая жизнь Туркестана, или новые становления, или ренессанс. Туркестан важен для всего тюркского мира, в том числе, конечно же, и для Турции. Еще со времен ЕСАОИ он подарил нашей тюркской культуре и цивилизации целую плеяду ученых и философов. Я думаю, что первый президент Казахстана, Нурсулт Абищевич, в 2018 году принял очень правильное решение придать новое дыхание древнему городу Туркестан. Это было верно и своевременно, ведь этот город издревле считается духовным центром всех тюрков. 6 июля 1994 года. Исторический день и исторические кадры. Верховный Совет Молодой Республики принял постановление о переносе столицы Республики Казахстан, инициатором которого стал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Объявить парламенту в 1994 году, что надо перенести столицу, это было равносильно взорвавшейся бомбой. На меня смотрели как человека сдвинутого по фазе. Говорят, кругом пенсии не платят, зарплаты не платим учителям, врачам, а он в столицу перенесет. Это миллиарды же. Миллиарды. Но с очень небольшим перевесом в день своего рождения, как подарок, депутаты проголосовали, сказав, да это будет через 40-50 лет, к тому времени нас не будет, давайте ему сегодня день рождения не будем расстраивать, проголосуем. Окончательное решение о переносе столицы в Акмулу Назарбаев примет лишь спустя три года, в 1997 году. Все это время, в ежедневной рутине и потоке неотложных государственных дел, во время поездок по регионам Назарбаев будет присматриваться сразу к нескольким городам, так или иначе претендующим на статус новой столицы. Был среди них и Туркестан. Древний город, традиционная ставка казахского ханства. Тогда, в 1997 году Назарбаев выбрал не Кокшетау, не Караганду, не Туркестан. Он выбрал Акмулу. Как часто вспоминает он сам, в то время его никто не понимал. Переносить столицу из теплой и уютной Алматы сюда. Сейчас, гуляя по современному, благоустроенному и красивому городу, трудно понять уже тех скептиков. Назарбаев, Целиноград, Акмулла, Астана, Нурсултан – этот город так часто менял свои названия и до неузнаваемости менялся сам. А сегодня стал визитной карточкой, гордостью всего Казахстана. Но Назарбаев не был бы Назарбаевым, если бы не довел начатое до конца. Туркестан не стал столицей Казахстана, но стал духовной столицей всего тюркского мира. Город, история которого исчисляется тысячелетиями, сегодня меняется на глазах. Уникальные по своей красоте здания, новые дома, парки, скверы, широкие проспекты переплетаются с величественной древностью. Гуляя по современным улицам, здесь вполне можно окунуться в лабиринты истории. История Туркестана начинается с VI века н.э. Именно с этого периода фиксируются первые упоминания о городе в официальных исторических документах. Сначала под названием Шавгар, позже Ессе, и только начиная с XV века под известным уже теперь названием Туркестан. Туркестан. Город с белыми стенами и башнями до небес. Так его описывали заморские купцы и путешественники. Туркестан в свои лучшие времена и вправду был жемчужиной всего региона, оазисом на стыке пустынь и степей. Однако изначально это было совсем небольшое поселение, укрепленный городок на пересечении караванных дорог. Удобное расположение и развитие шелкового пути сделали его крупным торговым и экономическим центром, на рынках которого встречались купцы из Китая, Европы, Руси, Индии. Секретом успеха и быстрого роста Туркестана и других городов Центральной Азии, как и в целом всего великого шелкового пути, было то, что правители тюркских империй, сменявших друг друга, неизменно поддерживали порядок и безопасность караванного пути. Именно стабильность и защищенность играли важную роль в расцвете торговых городов и развитии международной торговли. Но именно во времена первого тюркского каганата шелковый путь заработал на всю мощь. Представьте, какой был трафик. Я вел свой караван, и если бы я оглянулся, увидел бы голову другого каравана. И видел хвост предыдущего каравана. Навстречу мне также двигались караваны. Но шелковый путь – это не только перемещение товаров, это перемещение идей. Восток и Запад обменивались не только технологиями, но мыслями, которые формировали ментальности, формировали устремления людей, формировали государства. Сегодня Туркестан продолжает свои традиции. Расположенный в одном из самых густонаселенных регионов Казахстана, он имеет большой потенциал для развития туризма, услуг, торговли. Всего в радиусе 1 тысячи километров от города находятся столицы семи государств. Так вот, об экономических и туристических перспективах Туркестана мы поговорим с заместителем Акима области Сакеном Халкамановым. Здравствуйте, Сакен Амангельдинович. Как ваши дела? Вот сейчас же все так здороваются. Спасибо, что нашли время сегодня нам. Никаких проблем. Кстати говоря, визит-центр уже функционирует достаточно давно, да? Давно функционирует. Первый объект, который построил город Тарас, Джамбульская область, Вдар, Туркестанская область, город Туркестан. И еще очень много объектов, которые мы можем увидеть своими глазами. Я предлагаю проехать на электрокаре и все увидеть. С удовольствием. Поехали. Насколько я знаю, сейчас строится большой эко-базар. Это что за проект? И на какие деньги он сейчас строится? Да, вот географически территория Туркестана – это центр шелкового пути. То есть расстояние от Сеяния до Туркестана и от Туркестана до европейских городов – оно равнозначно. И поэтому здесь издревле была большая остановка всех караванов. Мы в этом году решили возобновить вот этот вот торговый поток и построить там большой, по сути, оптово-распределительный центр, который из себя представляет большие складские помещения, шоу-рум, где можно потрогать товары и пощупать руками, и попробовать их. Этот проект реализует частный инвестор, который недалеко построил автовокзал. И в дальнейшем этот ОРЦ будет, я думаю, привлекать и туристов, и коммерсантов, которые будут дальше перераспределять свои товары, перегружать их, которые будут приходить с востока, с запада и в обратном направлении выезжать. Реализуется интересный проект – это экономическая зона, свободная экономическая зона, на которой уже есть несколько проектов. Это швейная фабрика, там планируется выпуск завода бытовых приборов. Большие производства, которые смогут создать вот сердце, да, экономическое сердце Туркестана, для того, чтобы завтра здесь было комфортно не только туристам тратить деньги, но и жить молодым, перспективным казахстанцам. То есть стать неким центром международной торговли у Туркестана такие шансы есть? Они, более того, эти шансы, эти проекты уже реализуются, объем инвестиций увеличен, и в комплексном плане развития территорий предусматривается, что свыше трех миллиардов тенге будет выделено Туркестану на его развитие. Из них 2,7 миллиарда – это частные инвестиции. Частные инвестиции – это основной ресурс для строительства туркестанских объектов. Именно на деньги частных инвесторов было построено и одно из наиболее популярных и посещаемых мест Нового Туркестана. Нового Туркестана Но соблюли исторический облик и архитектуру Востока. Новый туркестанский караван-сарай уже стал излюбленным местом самих туркестанцев, но и жителей, и гостей этого прекрасного города. Его даже прозвали «маленькой Венецией», потому что здесь, сегодня, в самом сердце Великой Бескрайней Степи, можно прокатиться на гондоле и окунуться в суету восточного города. Вместе с вереницами караванов в город потянулись многочисленные ремесленники, мастера, музыканты, поэты, ученые. А распространение на территории Казахстана ислама дало Туркестану еще одно направление для становления и развития, теперь уже как духовного центра. В XII веке, во времена правления династии Карханидов, здесь жил суфийский поэт и философ Ходжа Ахмед Ейсауи, который внес значительный вклад в исламизацию тюркских народов Казахстана и Средней Азии. Бесценные труды его, они на сегодняшний день признаны всем мировым сообществом, и надо отметить, особо отметить, что он создал исламскую мораль тюркского мира. Это большая философия. Можно сказать, что посещение Мавзолея Ходи Ахмад Ес-Сави сравнивает его с Малым Хаджем. И, естественно, оно имеет очень большое значение для сближения и укрепления диалога между странами, не только тюркоязычными странами, но и с другим миром тоже. Многие тюрки были язычниками, многие были тангрианцами. И Хаджи Ахмед Есави сумел так подать ислам, что он не стал бороться с языческими пережитками. Он их трансформировал, и тюрки сохранили и любовь к голубому цвету, синего неба тенгрии, и почитание предков. Все это влилось в ислам, и ислам Средней Азии очень мягкий, очень домашний, очень близкий тюркским народам. И в этом заслуга великого Хаджи Ахмеда Есави. В XII веке город еще носил название Ессе. Собственно, поэтому проповедник Хаджи Ахмед и остался в истории под именем Есауи. Хотя его родиной принято считать город Сайрам, он же Исфиджаб. В Туркестан Есауи попал еще будучи мальчишкой. Как гласит легенда, здесь его наставником был Арстанбаб, который передал своему ученику косточку хурмы, аманат пророка Мухаммеда, который он якобы лично завещал Ходжи Ахмеду Есауи. И для него косточка была сутью. Он много раз говорил, что шариат – это исламский закон, это мякоть плода, а тарикат – это направление в суфизме, это косточка. То есть то, что пророк Мухаммед, да благословитый его Аллах и приветствует, передал через Арстана Бабу, Ходжи Ахмеду косточку, значит, что Мухаммед передал ему сокровенную суть ислама. Не масхабы, не шариат, а тарикат. Особый путь, внутренний путь постижения Бога и постижения себя. Постижение через любовь. Обучение в медресе Кожа Ахмед Есауи начал с самого детства. Он был пытливым и добросовестным учеником. Мог многие дни просиживать за книгами, но больше всего любил слушать древние предания и замысловатые стихи восточных поэтов. Уже будучи взрослым, Кожа Ахмед принял решение продолжить свое обучение и отправился в Бухару, где стал учеником выдающегося богослова, знатока исламской теологии, шейха и праведника Юсуфа Хамадани. Юсуф Хамадани был одним из представителей этого периода, периода просещения, периода такого яркого развития центрально-азиатской цивилизации. Я думаю, благодаря Хамадани Ахмед Есауи начал излагать коранические тексты в сихотворной форме. Это был наиболее доступный путь для внедрения или для привлечения кочевников лона к исламу. Кожа Ахмед Есауи передавал свою мудрость и знания народу в стихах. Он был уверен, что так люди быстрее запомнят и поймут его трактаты. Таким образом, сборником Диуани Хикмет он сумел донести до народа все, что хотел. Ведь раньше знания передавались двумя способами. Первый, как мы знаем, письменный в виде книг и рукописей. Второй, традиционный для кочевников, устный. Хамад Есауи использовал оба способа. Первый, с помощью записей, которые вели его помощники. И второй, это посредством устных бесед и рассказов. После окончания учебы Есауи вернулся в Туркестан и посвятил всего себя религиозной деятельности. Город, находящийся на границе кочевой и городской культур, имел стратегическое значение в распространении ислама среди тюркских народов Великой степи. Худжи Ахмед Есауи был первым, кто перевел исламскую религиозную литературу на тюркский язык, тем самым открыв основы мусульманской веры всем тюркским народам. Словом Худжи Ахмеда Есауи он разбудил наши тюркские народы, соединил и стал символом. Он объединил силой, влиянием слова именно на тюркские народы. Она доступна стала простому. Основная часть земледельская, но и кочевники были, которые приняли сердцем этот постулат. И смотря вот эти века, вот эти слова Худжи Ахмеда Есауи, они как бы распространились в народе. И у него язык написан народным языком. Дивани Хикмес считается светочем просвещения, который не гаснет уже тысячи лет и не теряет своей ценности. Его передавали из поколения в поколение, из уст в уста, вплоть до наших дней. Если мы обратимся к этому произведению, мы увидим, что ислам там представлен очень искусным языком. Это и есть эстетика литературы. Дивани Хикмет. Книга мудрости. Цикл философско-религиозных стихов. Главный труд его автора, загадочного затворника, поэта-гуманиста, посвятившего всю свою жизнь служению Богу и человеку. Сегодня этот труд заслуженно считается жемчужиной восточной мусульманской литературы и является достоянием культуры всех тюркских народов. А передо мной сейчас самая древняя его рукописная копия, датируемая 1845 годом. Для степняка что важно? Важно поэзии. Поэтому, чтобы утвердить религию среди степняков Хаджи Ахмеда Исави перешел на изложение основных принципов ислама в стихотворных формах. И вот так вот, завернув идею ислама в поэтическую оболочку, он преподнес тюркам то, что они полюбили и стали считать своим. Потому что поэзия Хаджи Ахмеда Исави нашла отклик в сердцах кочевников, тюрков. Люди учили ее наизусть. Кочевники подхватывали эти легкие, знакомые фразы. Они разлетались по степи, как перекати поле катится во время урагана. Кочевники подхватывали эти легкие, Личность кожи Ахмеда Исави до сих пор окутана завесой тайн и легенд. Ученые, историки и сегодня не пришли к единому мнению о дате кончины проповедника. Одни говорят, что Исави прожил 63 года, другие отпускают ему 125 лет жизни. Очевидно, одно и те, и другие согласны с преданием, которое гласит, что достигнув возраста пророка Мухаммеда, а именно 63 лет, Хаджи Ахмед Исави отправился в добровольное заточение, подземную келью, так называемый хильвет. Он, кстати, сохранился до сих пор. Согласно легенде, именно там он провел остаток своих дней в молитвах и служении Всевышнему. Яшым етті 63-гі бір гүнча йоқ. Уадариға хақны табмай көңлім сұнық. Сәкір бұлап, ер астыға күрдым мэна. После смерти проповедника на месте его погребения была воздвигнута гробница, которая во время вторжения монгольской армии была разрушена. Однако именно смерть Ясауи дала отчет новой жизни Туркестана, отныне ставшего местом паломничества для мусульман всего мира. Спустя два столетия, в XIV веке, благодаря великому завоевателю Амиру Тимуру, город Туркестан обрел свой современный и узнаваемый облик. Мавзолей Хазрет Султан – величественное сооружение, ставшее визитной карточкой не только Казахстана, но и всего тюркского мира. Его строительство началось в 1396 году по велению самого Амира Тимура. Туркестан тогда входил в его империю и был самым крайним городом на севере во владениях Железного храмца. По легенде, во время военного похода против хана Золотой Орды Тохтамыша Амир Тимур очень долго молился на могиле святого, а затем одержал триумфальную победу. В знак признания и благодарности он приказал построить этот уникальный мавзолей. Он перед каждым большим походом ночевал в мавзолее Ходжахмеда Суи. Он у его могилы просил его силы, помощи. И в 1397 году он дал распоряжение построить огромнейший мавзолей. Вот его жизнь связана, понимаете? Это даже мысли Ибн Халдуна он указывает на мысли Ходжахмеда Суи, который стал действительно духовной сердцевиной тюркских народов. С тех пор город стал только набирать обороты. Он рос и развивался, и уже в 16 веке Туркестан стал столицей казахского ханства. Вхожу в святая святых усыпальницу Ходжахмеда Суи. И сразу хочу обратить ваше внимание на эти двери. Они оригинальные, созданные в 14 веке. Надгробная плита, сделанная из камня серпетиита, доставленного специально из Индии по приказу Амира Тимура. И тогда и сейчас вход в эту усыпальницу был строго ограничен. Раньше сюда могли войти только ханы, и то в особых случаях, например, помолиться перед походом. Сегодня сюда не могут попасть ни паломники, ни туристы, поэтому мне выпала уникальная возможность увидеть самой и показать вам это сакральное священное место. Субтитры создавал DimaTorzok А в этом зале проходили церемония вхождения на ханский трон. Здесь выносили важнейшие решения к судьбе государства. Здесь принимали зарубежных послов. А этот трон был создан, сделан согласно недавно найденному описанию трона Касымхана. Трон обид красным дорогим бархатом, украшен золотыми нитями и золотыми головами хищных животных. Своё последнее пристанище здесь обрели и многие личности, значимые для всего тюркского мира. Помимо, конечно же, самого Хужа Ахмета Есауи. К примеру, супруга Абулхайрхана, дочь Лукбека, Рабия Султанбекам. Этот мавзолей стал самым крупным пантеоном и казахской знати. Здесь похоронен 21 хан, в том числе Есимхан, Жангирхан, Таукехан, Аблайхан, Касымсултан и Казбекби, Батыры Богимбай, Шахшахшанебек и многие-многие другие. Туркестан всегда был не только политическим центром, но и главным сакральным местом нашего народа. Однако должная оценка и правильное отношение к святыне на государственном уровне стали возможны только после обретения независимости. Вот эта красота, вот эта святость, она нам не просто досталась. Город Туркестан, мавзолей Ходжахмедест был последним бастионом казахской свободы, казахской независимости. И все лучшие наши ханы, султаны, полководцы отдавали жизнь свою за город Туркестан, за великую степь, за ее духовность, за ее святость. Открытие в Туркестане мемориала казахскому ханству стало важным показателем исторической преемственности. Современный Казахстан – наследник и преемник казахского ханства, его государственности. Поэтому Нурсултан Назарбаев, как лидер, который понимает важность таких акцентов, принял личное участие в открытии памятника. Серьезнейший объект – это город Туркестан. За многосотлетнюю историю никогда не видел Туркестан такого возрождения. Совершенно новый город, уникальный город, восточный. Вся архитектура на основе тюркской архитектуры, современной архитектуры. И это будет уникальное место не только для Казахстана, а для всех. Преобразования, которые были сделаны за последние два года, город Туркестан сейчас не узнать. Ежедневно можно видеть новые здания, новые объекты, культурные объекты. И в этом, я думаю, в первую очередь большая заслуга первого президента Казахстана, Илбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, и президента Казахстана, Касым Демар Кемелыча Такаева, которые сделали все, чтобы Туркестан снова преобразился. За последние 30 лет тюркские республики добились больших успехов. В частности, Казахстан под дальновидным руководством Ельбасы Нурсултана Назарбаева проделал большой путь. Назарбаев признанный Ахсакал и авторитет для всего тюркского мира. А благодаря президенту Токаеву данный успешный путь продолжается. Мы в Турции с радостью наблюдаем за всеми успехами и достижениями Казахстана. Сегодня мавзолей Хазрет Султан является одной из главных мусульманских святынь. Паломники, туристы, исследователи едут в Туркестан из ближнего и дальнего зарубежья. В городе уже функционирует целый ряд новых объектов. Один из них – музей Хожа Ахмеда Исауи. Это не только красивое выставочное здание для музейной экспозиции, а еще и научный центр сохранения и исследования культурного наследия выдающегося мыслителя. У этого музея форма молящегося Исауи. Если посмотреть со стороны мавзолея, как будто он готовится к обеденной молитве. Внутри, к сожалению, сейчас концепция не готова, но контент будет следующий. Художники-оформители из Турции, зарубежных, они готовят очень интересную идею – раскрыть масштаб фигуры Исауи, потому что он недооценен. И мы должны рассказать в доступной для обывателя форме, что он сделал для того, чтобы ислам вошел все-таки на территорию Казахстана и популяризировал его, переведя и растолковав Коран на тюркском языке в виде хикметов. Вот такое прекрасное здание, которое буквально через 2-3 месяца уже откроет свои двери. Память о Куже Ахмеде Исауи для азербайджанского народа так же дорога, как и для всех тюркских народов. Этому есть свое объяснение. Постулаты мусульманской религии он доносил людям в своеобразной форме, на языке простого народа. И на этом поприще добился большой популярности и любви простых людей. Значение и роль Туркестана в тюркской консолидации всегда была основообразующей. Уже в начале 20 века одно из первых государственных образований в новейшей истории на территории современного Казахстана и Центральной Азии называлось «туркестанской автономией». Такая формулировка позволяла объединить сразу несколько тюркских народов под одним флагом. Потому что Туркестан – это не просто название города, это более широкое и глубокое понятие, общее и, как показывает время, актуальное для многих тюркских народов. Туркестан, помимо духовной, религиозной и научной сфер, сегодня может играть ведущую роль и в других различных областях, как для Казахстана, так и для всего тюркского мира. Приятно видеть, как Туркестан за короткое время преобразился и расцвел. Это блестяще реализованная идея вашего лидера Нурсултана Назарбаева, который вложил огромный вклад в укрепление тюркского единства. Привлеченные инвестиции, развитие социальной сферы показывают, что в ближайший период Туркестан выйдет на еще более высокий уровень. Туркестан имеет огромное значение в мироздании тюрков, поскольку это единственный регион, который сохранил именно название Туркестан, город-столица тюрков. Поэтому все тюркские народы в той или иной степени с почтением относятся к этой истории. Однако во времена Советского Союза и главенства идеологии коммунизма со всеми вытекающими Туркестан и как исторические регионы, как этнополитическое понятие был предан забвению. История Туркестана и его роль в культурно-политической жизни Казахстана и Центральной Азии практически оказались под запретом. Способствовало этому и использованию фашистской Германии термина «туркестанский легион». Идеологи Рейха были осведомлены о сакральном значении Туркестана для всех тюрков и пытались на этом выстроить идеологию сопротивления в тулу противника. Понятно, что политические игры двух противоборствующих империй обернулись трагедией для миллионов тюрков по обе стороны. До советской эпохи Туркестан был духовной столицей региона. Его называли «Вторая Мекка». По преданию, два паломничества в Туркестан к мавзолею Хаджи Ахмеда Ясуи заменяет один хадж в Мекку. Туркестанцы говорили «Мухаммед в Медине, в Туркестане Хаджи Ахмед». Вот так казахи и другие тюркские народы почитали могилу Хаджи Ахмеда Ясуи. Естественно, в советское время все это было предано забвению. Более того, оказалось под запретом. Хаджи Ахмед Ясуи, безусловно, один из духовных лидеров, который представил свое учение, выразив его одним языком, понятным всему тюркскому миру. В тот момент, когда кочевники Великой Степи в основном были заняты повседневными заботами, заполнившими все их жизненное пространство, он призвал народ к исламу, к духовности. Ахмед Ясуи внес огромный вклад в то, чтобы духовность обрела здесь свое истинное значение. Решение первого президента Казахстана Ельбасы Нурсултана Назарбаева о предании городу статуса областного центра и признании его духовной столицей тюркского мира дало мощный импульс развитию Туркестана. Всего за два года провинциальный городок преобразился и обрел очертание современного мегаполиса. Еще одно значение Туркестана для тюркского мира. В Туркестане по благословению первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был открыт университет, Туркестанский государственный университет. Это самый большой университет во всей Центральной Азии. Там учатся более 20 тысяч студентов по разным специальностям. И когда Назарбаев еще до распада Союза, летом 1991 года, благословил этот проект, это было величайшее деяние. На мой взгляд, одно из величайших деяний первого президента Казахстана. Потому что, по сути, Нурсултан Назарбаев продолжил традицию хаджи Ахмеда Исани. Сегодня древний Туркестан похож на одну большую строительную площадку, где день ото дня строятся уникальные здания, современные объекты и новые дома. Расширяются улицы, разбиваются скверы и парки. Туркестан – уникальный город. Здесь новостройки граничат с раскопками древних городищ. Здесь прошлое переплетается с будущим буквально везде. На территории области располагается более 1200 памятников истории и культуры, начиная с Бронзового века. Археологические работы ведутся здесь неустанно. Начинаются они от подножия самого мавзолея и продолжаются по всей территории Туркестанского оазиса. Туркестану не полторы тысячи, а три тысячи лет. Ученые уже доказали это. И это новый горизонт истории. История оседлых поселений Туркестанского региона восходит к новокаменной эпохе, неолитической эпохе. А сформирование самой городской культуры, вероятно, начинается с эпохи Бронзы. С эпохи Бронзы. В эпоху ранних кочевников уже существовал город Яссы. Безусловно, такой культурный пласт и множество вновь открываемых исторических памятников может привлечь еще больший поток туристов и еще большее участие иностранных инвесторов. Сегодня в Туркестане быстрыми темпами идет строительство всей необходимой инфраструктуры. Впервые в истории независимого Казахстана именно в Туркестане построен новый современный аэропорт, который рассчитан на прием самолетов любого класса. Конечно, очень важно, что город, в котором жил Хожа Ахмед Ясауи, был признан сердцем тюркского мира. Ранее в одном из своих произведений я отмечал, что купол мавзолея Ясауи покрывает все места, где живут тюрки. Настолько он велик. Я хочу сказать следующее. Открытие прямых авиарейсов из Турции, из Стамбула прямо в новый аэропорт города Туркестан еще больше подвигло турков посетить это святое место. Для нас очень ценно и радостно провозглашение Туркестана духовной столицей всего тюркского мира. Приятно наблюдать, что турецкие компании с удовольствием инвестируют в Туркестан. Сегодня мы видим, что интерес к Туркестану заметно возрос. Могу сказать, что вместе с этими инвестициями не только город Туркестан, но и Туркестанская область и ее окрестности становятся более перспективными с точки зрения экономического развития. Спортивный комплекс Туркестан-арена, драматический театр, дворец школьников, визит-центр, новая библиотека, новый телевизионный медиа-центр, на базе которого открыт телеканал Туркестан, уникальный музей тюркской цивилизации Уладала Еле. Как говорится, люди голосуют ногами. Ежемесячно приток туристов, желающих увидеть красоты Туркестана, увеличивается. Сейчас он достигает 7 тысяч человек в день. Помимо сакральных мест, есть чем восхититься. Летающий театр Алтен Самрук, построенный в форме гигантского яйца, он оставляет неизгладимые впечатления. А вечером, когда над городом зажигаются огни, жители и гости Туркестана погружаются в восточную сказку. В центре караван-сарая начинается конное шоу. Уже объявлено о строительстве еще нескольких объектов. Ледового дворца, ипподрома, культурного центра. Впрочем, уже сейчас впечатления и эмоции жителей и гостей города говорят сами за себя. Как и много веков назад, Туркестан вновь наполнен звуками сокровенных молитв и нескрываемого восторга на самых разных языках. Туркестан Очень нравится Это сопоставление старой древней архитектуры и новой архитектуры. Современной очень все красиво, просто изумительно даже. Туркестан Ахмад Ахмад Ясаби бабамыз, нерзи зиарат калишки келдик. Бізге чудием яхты шахар, зиарат калаларды раса айландик. Біздер на бюрдегелар яхши куту балды. Біздер чудием курсалом олдик. Шахарлар чудием катта узгариш бобды. Чыройли биналар курулген. Куп, анақа, кастин селар. Бізге чудием яхты. Біздер президентлерден, Қазақстан президентлерден, шынчалик ішлі қылыпты чудием мінадарымыз. Рахмад. Елбасымызға біздің айтар аналардың атынан, мен кәзір аналар кеңесінің түр айымын түркеста қаласыным, мен алықсын кексіз. Бүткілі ананың атынан, Нұрсултан Назарбаев ағамыз, атамыз, көбірек өмісісін, әлдіңізгі керек, әліңізгі керек, әліңізгі керек. Вот такой он, древний Туркестан. Город, который сегодня получил шанс на вторую жизнь, а по сути, наконец-то занял свое достойное место в истории. Духовная столица тюркского мира. Какой смысл вложен в этот статус? Мне кажется, самое главное, чтобы Туркестан стал символом тюркского мира. Его великого наследия, славной истории, символом стремительного возрождения и обновления. Чтобы та энергия, которой пропитан, заряжен этот город, вдохновляла и другие братские тюркские народы на прогресс, на развитие. А его дух объединил вокруг себя такой большой, но такой хрупкий мир великих тюрков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова